Третьему Ведьмаку вышло уже несколько дополнений. Bethesda вскоре выпускает Season Pass для Fallout 4, а в прошлом году вышло дополнение The Taken King для Destiny. И хотя некоторые DLC-дополнения обладают сомнительной ценностью, везде найдутся настоящие жемчужины. Такие жемчужины бывают основаны на сюжете, как в Left Behind для The Last of Us. Бывают и масштабными, как The Shivering Isles для Oblivion, или Brave New World для Пятой Цивилизации. Есть также и контент-дополнения, как эпизоды Либерти Сити для GTA 4 или Dragonborn для Скайрима, которые возродили огромные открытые миры в Скайрим и Либерти Сити. Хороших дополнений слишком много, чтобы рассказать обо всех в этом видео, но эти пять среди самых лучших. Barrel at Sea DLC к Bioshock Infinity было просто фантастическим. Но в масштабах DLC для Bioshock побеждает Minerva's Den для второй части серии. Возможно, Bioshock 2 не всем пришелся по вкусу, но Minerva's Den, похоже, смогла удивить всех, кто в нее играл. Это DLC позволяет вам сыграть за большого папочку серии Альфа. Вам показывают технологическую сторону восторга. Дом самого мыслителя, самого первого искусственного интеллекта. Minerva's Den получила признание критиков за возможность исследовать интересный мир, за гениальный сюжет и отличный рассказ, написанный тем же человеком, что и для игры Gone Home. Вам предстоит узнать великолепную историю в Minerva's Den, настолько же интересную, как в первой части. Когда разговор заходит о Mass Effect, нельзя не упомянуть DLC Цитадель. Но мы выбрали не его. Из множества замечательных дополнений можно было бы выбрать несколько из этой эпической серии игр, но мы остановились на Lair of the Shadow Broker. И это не потому, что обаяние Лиары взяло верх, и ее так не хватало во втором Mass Effect. Лейр of the Shadow Broker занимает лишь несколько часов, но рассказ в стиле космического нуара и невероятная осада базы теневого брокера стоит того. Так что в это обязан сыграть каждый фанат Mass Effect. Как показывает пример серии игр Elder Scrolls и Fallout, Bethesda знает, что делают, когда дело касается DLC для игр с открытым миром. Одним из самых ярких примеров является Old World Blues для Fallout New Vegas. Old World Blues является третьим дополнением к New Vegas. Он начинается с того, что Курьера похищают из открытого кинотеатра в пустошах Нью-Вегаса. Затем он пытается спасти свой собственный мозг, который был вырезан во время похищения. Вам встречаются лазеры и роботы-скорпионы, а также футуристичные ретро-персонажи, ядерная угроза, уморительные обстоятельства и так много мутаций, что вам не хватит стимпака. Еще одно контент-дополнение, которое прославилось не без причины, это Tiny Tina's Assault on Dragon Keep для Borderlands 2. Всем доподлинно известно, что вселенная Borderlands просто грандиозная и не без малого безумная. Дополнение Tiny Tina переводит это все на новый уровень своим пронзительным юмором и масштабными событиями в пустошах, заставляя вас проникнуться персонажами и сюжетом. Мир Borderlands и множество его обитателей открываются вновь как плод воображения крошки Тины. В результате компания приобретает стиль D&D, что отражено во врагах, предметах и даже в совершенно новых фэнтезийных персонажах. В стиле типичного Borderlands, увлекательный, непристойный и жестокий юмор и интересный рассказ. Все это стоит вашего времени для игры в Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Red Dead Redemption не нужно было ничего доказывать после признания критиков. Тем не менее, Rockstar обещали впечатлить своим DLC Undead Nightmare. Никто и не ожидал, что игра, рассчитанная на взрослых и обладающая стилем вестерн, представит нам дополнение, где нужно стрелять в зомби. Но еще меньше люди ожидали, что оно получится настолько хорошо. Главная угроза Джона Марстона сменилась с Нормана на зомби-чуму в отдельном путешествии Undead Nightmare, которое никак не пересекается с основной игрой. Сражение с зомби-чумой было интересным и забавным отхождением от оригинальной игры. Особенно с возвращением таких персонажей, как Сета с Мушкетоном, который использует кусочки зомби в качестве боеприпасов. Так менять тематику со сложного сюжета на странноватое месилово с зомби было крайне рискованно, но, к счастью, для Rockstar они смогли это провернуть. Пишите в комментариях, какое DLC или дополнение больше всего понравилось вам, ведь о чем-то мы могли забыть. Увидимся в следующем видео. Если вам понравилось это видео, вы можете помочь нам на Патреоне, а также подписаться на нас на Ютубе и ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok